Наш мозг потрясающая и сложная вещь, но из-за недостатка знаний появилось множество мифов о нем. Например, мнение о том, что чем больше мозг, тем лучше. Чтобы опровергнуть этот миф, достаточно одного взгляда на мозг кашалота, который примерно в 6 раз больше человеческого. Кашалоты, конечно, умные животные, но их умственные способности сильно уступают нашим. Хорошо оттянулись прошлой ночью? Не волнуйтесь, алкоголь на самом деле не убивает клетки вашего мозга. Несмотря на то, что он может нанести некоторые повреждения и создает проблемы в передаче сигналов между нейронами, все это легко восстанавливается. Также и наркотики не создают дыры в вашем мозгу, хотя некоторые и могут сильно повлиять на его структуру и функциональность. Единственное, что может проделать дырку в вашем мозгу, это физическая травма. Хорошо, хоть у вас есть 100 миллиардов мозговых клеток или нет? Удивительно, что только в 2009 году ученые смогли определить действительное количество нервных клеток, которое оказалось ближе к 86 миллиардам. Это может показаться небольшой разницей, но 14 миллиардов нейронов это целый мозг бабуина. Чтобы еще лучше представить разницу, примите во внимание, что 1 миллион секунд это 12 дней, а 1 миллиард секунд это 31 год. Так что эта разница в 14 миллиардов нейронов в конце концов не такая уж и маленькая. В любом случае, это не так важно, потому что мы все равно не можем всех их использовать, не так ли? Несмотря на то, что большинство фильмов и научной фантастики утверждает, что мы можем использовать всего 10% нашего мозга, все это полная чушь. Благодаря современным технологиям сканирования, мы знаем, что мы постоянно пользуемся всем нашим мозгом, конечно, не обязательно всем одновременно. Так, к примеру, когда вы гуляете, часть мозга, отвечающая за движение, более активна, чем остальные. Несмотря на это, в мозгу нет ни одной части, которая абсолютно ничего не делает. Мозг, представляя всего 3% веса тела, использует 20% его энергии, так что он явно постоянно чем-то занят. Но у разных людей одно полушарие преобладает над другим. Правда? Опять нет. Несмотря на то, что вы скорее всего слышали, что люди с аналитическим способом мышления используют больше левое полушарие, а люди имеющие творческие наклонности правое, все это абсолютная чушь. Хотя разные полушария правда отвечают за определенные функции, так левое отвечает за речь, а правое помогает определять эмоции. Исследования на тысячах испытуемых показали, что нет никаких доказательств доминирования того или иного полушария. Другими словами, вы одинаково используете обе части. И в конце концов, у вас намного больше, чем 5 чувств. Так, кроме всех известных 5, у вас еще есть ноцицепция, то есть чувство боли, проприоцепция или ощущение положения частей тела. Не говоря уже о чувстве равновесия, температуры и времени. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Хочу выразить отдельную благодарность подписчикам на сайте patreon.com, которые помогают существованию этого канала. Чтобы узнать, как и вы можете помочь, проходите по ссылке в описании. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал.